Доброе утро, друзья. Железо на проводе. Идет одновременно две съемки. Одна внутри компьютера, а вторая еще и снаружи до страховки. Мало ли, иногда техника подводит. Сегодня у нас 11 февраля 2022 года. На улице минус 30. Это утро. Под весной что-то морозы установились. И так ровненько 20, 25, 30 минусинская котловина так и держится. А для нас это возможность подготовки к весне, в данном случае к прививкам. Итак, третья серия. Я комментирую все фотографии подряд без системы. Это мой метод, чтобы не уснули. Вот. Останавливались мы вот на этих двух фотографиях. Вот. Меня спрашивали время прививки. Вот на границе земля, зимы и весны. Вот. Ну, а насчет того, что вот на дальнем плане бутылки, мы об этом поговорим попозже. Вот. Следующая фотография. Я тоже толком не прокомментировал. Это был конец прошлого кино. Значит, вы видите, что не каждая почка является ростовой. Так повезло, что это питомник Сергея Железова. Саженец не был продан по простой причине. Это не то, чтобы брак. Это хорошо, когда бывает, чтобы быстрее-быстрее узнать новый сорт. Можно и так выращивать. Но, еще раз говорю, как говорил во второй серии. Это почка, из которой должна была вырасти плодовая веточка. Мы использовали, думая, что она будет ростовой. Так бывает. Вот. Подробнее. Но это другие фотографии. Другие эти. Вот. Это будут другие истории. Значит, здесь вы видите прививки в питомнике груш. Вы видите форму листа. Форма листа и форма... Сама конструкция саженцев рассчитана на то, природа рассчитана, чтобы насквозь не проходила вода, не гноила штамп. Он очень капризный, он очень беззащитен перед морозами. Вот. И поэтому, когда это уже привили, получили вот такую форму саженца, их нельзя ни в коем случае не ошмыгивать. Особенно нижнюю часть. У любителей, я говорю, в таких случаях оторву руки. Или, допустим, желающие потом, чуть позже, отрезать нижнюю скелетную ветку. Ни в коем случае делать нельзя. Вот. Но это опять питомник. Это говорит о том, что довольно быстро можно достичь подношений на второй-третий год по одной простой причине. Питомник же Элизовых в Сибири, в Шушенском районе, в деревне Красный Хутор, особый. Он зимует на морозе, а у него одна отличительная особенность, и у яблони. Все найденные прививки сделаны на корневой отводке. Напоминаю, раз мы говорим о прививках. Можно прививать на сеянце, можно. Получаются мощные, высокие яблони. Мощные. Вот. Но природа подарила возможность сделать более компактную крону. И мы привозим, потом ниже, вы видите, саженцы. Мы привозим в тайги эти самые корневые отводки. Их там миллион. Это готовые по двое. И называются они корневые отводки ягодные. Яблони сибирки. Ну и тут возникает вопрос, а железо прививает, должно быть халтура. Дело в том, что они не прокляты, а практически запрещены к употреблению, в отличие от ранеток, более, казалось бы, приспособленных к прививкам, как подвой. Но, тем не менее, они прекрасно оживаются вопреки литературе, вопреки теории. Почему? Потому что я об этом иногда говорю, а меня не слышат. Уже когда берешь с молодой яблони, как правило, с молодой, со старой, что-то там возьмешь витки. А на молодой метровой, более приростной, берешь веточки эти. У них уже есть гены привитых молодых деревьев плодоносящих. У них уже есть гены сибирок. И когда веточку яблони роскошнейшей, вроде медовой, квинти, розмарин, кандили, пипинов, все это используешь как привой, то их принимают подвой, потому что в этих веточках, которые мы прививаем, уже есть гены сибирки. И не смотрите на меня как на идиота, каким меня иногда пытаются изобразить. А иначе попробуйте доказать что-то обратное. Доказать обратное, то сейчас питомник был бы мертв. А раз он живой, значит надо прислушиваться. Ну, здесь тоже питомник. Вот здесь не было продано, продано по какой-то причине саженец. Груши, а сейчас, я не пойму, второй или третий год, ползносят прям питомники. Потом продали, еще бы не продать. Такой прекрасный саженец. Ну и тот же самый, раз мы приваем, раз продаем, я все-таки хочу подчеркнуть одну вещь. Надо стараться продавать вам, мне продавать, нам продавать, вам покупать однолетними. Ну, конечно, хорошо развитыми, но однолетними. Ну, хорошо развитыми, но однолетними. Вот, потому что чем крупнее саженец, тем хуже приживается. А, к сожалению, большинство обывателей, просто наивных садоводов, прекрасных специалистов в своих областях, вот, прекрасных специалистов, они считают так, мне, знаете, побольше, я хоть не хочу долго ждать планшения. Получается, все с точностью до наоборот. Ну, это я так сказал попутно. Идем дальше. Вот. Здесь вы видите такую вещь, которую я пропагандирую, что мы все, особенно выпускники академии, должны знать, что такое гепатогенные зоны. Они есть, это не миф, это страшная правда. Если вот эта гепатогенная зона, а эту гепатогенную зону я проверял рамками. Я белокатурщик. Для меня это открытая книга, а для науки она закрыта и запрещена. Вот. Знаете, сейчас не та тема, потому что это уже тема посадки, куда посадить, как посадить, это следующая тема. Но когда набираешь в биополе слово в это, в Википедии читаешь такую билиберду, и думаешь, господи, кто же создает эту самую Википедию? Ужас. И вот получается, что вот эта груша, да, она растет на краю гепатогенной зоны. У нее нет других причин, чтобы не плодоносить и не прекрасно жить. Проверена рамками. Вот. Площадь гепатогенных зон у нас в предгоре. Она большая, где-то процентов 5-10. Вот. Если на этом месте бы стоял дом, и не дай бог ваша кровать, вот вам источник плохого самочувствия, болезни. Уничтожение иммунитета. Вот. И, конечно, все это вплоть до раковых заболеваний. И это не шутки. Шутки это там, в науке. Вот. Надо докажется, что науке специально запретили этим заниматься. Зачем панику поднимать? Проще сказать. А, это городские сумасшедшие. Так. Подвой для вишен крупноплодных и черешин. Это так называемая вишня сибирская штамбовая. Поверьте, что сейчас две банки пустые, а в одной вот столичка осталась. Вот. Кто-то выписывал, да, продавал. А кто не выписывал, я клал в эту посылку бесплатно в виде подарка. Вот. Почему? Уже когда она вырастет, вот эта вишня сибирская штамба, она уже будет хороша. То есть, она получится мощное дерево со штамбом. Не тот кустарник, который расползается. Она тоже дает отводки, но это не страшно. Вот. А само штамбовое дерево, оно очень урожайное. И пусть даже ягода кислая, вишня, не очень крупная. Но они уже хороши. В том плане, что они уже есть. Уже это. Вот. Так. Пишет запись остановленная. Но это пишет там, внутренняя. Вот. Здесь записано. Можно записывать только 10 минут. Так. Ну, в общем, пока все. Значит, больше не показывает наш этот компьютер. Вот. Не удалось дальше записать. Ну, ничего. Мы снимаем снаружи. Поэтому будем продолжать. Мы только начали третью серию. 10 минут, мгновение. Вот. И так получается подвой для вишен, для культурных, крупных, сладких. У меня есть фотографии. Это с рынки мы потекли, если бы увидели. Но у нас тема в прививке. И так подвой для прививок вишен и еще и черешин. Еще и черешин. Вот. Бесценная вещь. Второй вариант. Корневые отводки. Но если постепенно, ну, несколько саренцев посадили, через 2-3 года появятся корневые отводки. И чем дальше, тем больше. Их можно тоже использовать в качестве подвоя. Идем дальше. То есть вот эти все сенцевые будут, а еще и корневые отводки. Ну, и там, где разводить надо уже профессионально, иметь питомник, конечно, надо работать с косточками. Вот. Их неограниченное количество, а корневых отводков не напасешься. Так. Ну, это привитые саренцы, непривитые. Ну, 90% привитые. Еще иногда непривитые покупают, правда, меньше. Все хотят сразу, и чтобы были крупнейшие плоды. Это лучший питомник в Сибири и в России. Вот. Может быть, во всем мире. Почему? Зимует на морозе. Мородостойкость уникальная. Вот. Плоды мировых стандартов. Вот. В России больше таких плодов, как в этом саду, ни у кого нету. По качеству, по крупности, по красоте. Вот. Что есть, то есть. Черенки я продаю. Мы же говорим сегодня про прививки. Объясняю я. Продаю черенки. Вот. Они тоже самые лучшие. Ни у кого таких нету. Я купаюсь в восхищенных этих самых. Но пойдем дальше. Что еще можно увидеть? Качество упаковки. Это... Они готовы к отправке в Красноярск. Вот. Возь них, конечно, много. Чтобы заработать, приходится в лучшие времена не в питомнике быть, а ехать на 500 километров. Вот. Ну, что тут еще интересное? Кстати, вот это вот, что я вижу, вот тут крайнее. Вот он слева, самый крайний саженец. Это волочная вишня. Ее можно вот так вот растить. А вот, допустим, если бы я будущий хозяин бы себя посадил, я бы... И у меня чесались бы руки, я бы одну из двух привил бы, допустим, персик. Вот. На волочную вишню и что угодно прививать. Это сливы, абрикосы, алычу. Вот. Ну, другое дело, качество не то. Все-таки разновидываем. Но персик ближе всех. Он лучше всего на вылочку приживается. А, вот она и она. Нет, погодите. Там было две ветки, а здесь одна. Да, и тут еще, видите, о! О! Ну, уже с плодами. Ну, круто, ну, круто. Вот это говорит о том, что я не болтун. Это Сергей Железов, кто не знает. Вот. Двумя годами раньше открыл магазинчик. У людей денег нет. Единственное, магазин деревни. Деревня такая же маленькая, а никто ничего не покупает. Вот. Нищета кругом, я говорю в открытом тексту. Закрыл. Сейчас устроился, зима наступила. Устроился храновщиком. Вот. Это вместо того, чтобы посвятить всего себя садоводству. Так, что мы тут видим? Почему здесь эта фотография? Я вообще. Это плодовая веточка. Так. Ну, раз что она тут висит, я вот сейчас скажу. Если насильно оторвать эту, пусть другая тема, но не пропускать же, раз уже тут насильно висит яблоко, ну, я знаю, что это за яблоко, это, конечно, мелко. Вот. Но каждый год дает по яблочку, именно вот эта веточка. А потом перестает давать. То есть она становится бесплодной. Вот. И главное тут, чтобы яблочко упало. Оно упадет, оно даже может чуть-чуть подпортиться. Вот. Дозреет, даже чуть перезреет. Вкусно и невероятно. Но если вот я вот взять сейчас отломать, вот зима придет, и вот эта вот плодушка замерзает. А люди этого не знают, говорят, ой, нерегулярный плодушек, ой, периодичность, ой, через год. Вот. Потрывают яблоки, покалечивают эти плодушки, ну, а результат себя не заставляет ждать. Вот. Еще раз знакомьтесь, это плодовое обрадование. Оно дает, вот, допустим, здесь не пошли яблочки, видите, это мумифицированные. Ну, не пошли, не пошли. Вот. Больше не потянуло. Вот так, вот это на следующий год может еще яблочко дать. И все. И вот эти сказки, что одни и те же плодушки плодоносят 15 лет, покупайте, мол, холновидные яблони. Я считаю, что это замануха, это неправильно, это нечестно, это непорядочно. Так, вот это, раз уж я говорю, все в разброс, вот эту фотографию мне прислали. Кто-то привил почку, ой, веточку с тремя почками. И мне пишет, Ольга Константинович, караул. А она зацветает. А я хотел, чтобы она росла. А что теперь делать? Я отвечаю, ничего, отвалятся эти самые цветочки, ничего не будет. Это редчайший случай, один на тысячу, когда вдруг повесит яблоко. Это, так сказать, первый год существования прививки. Ничего страшного не будет. А почему она дает цветы, а человек рассчитывал, вот так оно и было, что это ростовые почки. Да, ростовые, но они комбинированы. У них есть запас возможностей. У них вот именно вот такая вот она есть. Это значит, что она должна в случае чрезвычайных ситуаций, вместо того, чтобы расти, быстро засвистеть, дать плод. Это у нее заложено в программе. Когда что-то ненормально. А разве это нормально? Отрезали ветку метровую, полюбовались на нее, отрезали три почки. Сделали косой срез, примотали. Это что, в нормальном существовании? Вот она и кричит караволу, дает вместо ростовых. Ну, тут, правда, если приглядеться, тут есть и ростовая, вот она. Вот. Смотрите. Вот это вот листик, это ростовая. Вот. Это отвалится от цветочки, она будет дальше расти. Причем нормальные будут побеги, даже не сомневайтесь. Ну, а то, что попутно. Вот человек растил-растил дерево, да, вот здесь видно, что кто-то его надоумил. Это страшная вещь, когда вот вверх ветка росла. Конкурент, давай убрать ее, сделать страшную рану, чтобы теперь вот это вот левее загибалось. Нет, ребята, никогда не лезьте в строение дерева. Оно знает, как ему расти, куда расти. Оно любой брех заполняет, а мы считаем это загущением. Оно заполняет эту брех, потому что кронное дерево, это крыша. Крыша, и она должна быть непроницаемая. То есть без прорег. Ладно, пошли дальше. Прислали эту фотографию, и что я вижу? Я вижу лучшую полировку. Привито у самой земли. Поздравляю. Вот тот, кто это сделал, молодец. Дело в том, что может прививать было выше, выше, выше. И, как некоторые советуют, до высоты 30 сантиметров и выше. Малосажин будет рослее, штамп у него будет. Не, ребят, штамп ему не нужен. Прививки, штамп не предусмотрен генетически от природы. Нету его. Это всего лишь то, что вы видите выше вот этого прививки. Это всего лишь боковая ветка, которую наглую, насильственно выпрямили и заставляем расти вверх. Вот. Поэтому вот боковая веточка, видите, пошла. Ни в коем случае ее нельзя отрезать. Ни в коем случае. Вот надеюсь, что это мой ученик. Надеюсь, он знает. Или еще не успел отрезать. Но я надеюсь, что ее не надо успевать. Вот. Просто оставить ее в покое. Потому что эта ветка, вот этот лист, в частности, кормит корни. Глюкозой. Вот это очень важно знать. Это одна из, так сказать, основных вещей, которые нужно знать. Штампа нет, не надо. Ветки отрезать нельзя. Даже если на них никогда, за всю жизнь не появится ни одного плодика, она все равно должна быть нетронутой. Так, смотрим дальше. Ага, вот. Или это, нет, это уже другой саженец. Тоже молодец. Ну, что я скажу. Скорее всего, вот эта чернота, скорее всего, это так называемая лак мастика Долматова. Долматов, В.А. Александрович, мой друг. Так, если кто напишет, дайте данные, дам. Вот. Как выписать эти же самые флакончики с его этими лак мастика, которые имеют несколько... И мышей отгоняет раз. Рано замазывать и дезинфицировать заодно два. Вот. Значит. Что-то еще? А, старею. В общем, посмотрели, полюбовались. И вот теперь смотрите. Все-таки привить-привили, а дальше головная боль. Одна ветка толще, другая тоньше. А это хорошо пошло, это похуже. А потом, не дай бог, на обоих урожая. Представляете, какое слово? Не дай бог. И развалится дерево. В таких случаях я предлагаю ветку, которая потоньше, делать торостепенной. Например, вот здесь можно сделать прививку еще одну, если рука чешется. Или еще выше, где-то на высоте, ну, может быть, сантиметра 30, отрезать ее и сделать торостепенной. Вот. А в левую выпрямить с помощью колью. По возможности вертикальную сделать. Вот. Ну, вместо прививки я бы еще на сантиметр ниже сделал. Но, в принципе, замечаний у меня нет. Так. Здесь совершенно непонятно. Здесь я человека хвалил-хвалил. А здесь так этим замазано. Может быть, это и не лак-мастик. А то кто-то еще кузбасс-лак вспоминает. Но я чего не знаю, за чего купил. Вот. Наверное, это неаккуратно сделал. Наверное, это все теперь будет гнить. Вот. Имейте это в виду. Если что. Вот. Здесь тоже самое. Нормальная прививка. Вот одна. А вот вторая. На дерево получилось две прививки. Вот. Здесь небрежно замазал. Видите, даже не полностью обмазал. Здесь зачем-то... Наверное, что-то там было. Может быть, какая-то рана была. Но грубая работа. Вот только сейчас хвалил как своего ученика. Но раз прислал фотографии мне, значит, что-то за этим стоит. Вот. Еще одно. Это, видимо, уже другое. Здесь замазка уже с помощью. Скорее всего, это варбу-горку. Вот так вот. Крайне правая пошла. Крайне левая собирается расти. А середка, скорее всего, будет мертвая. Тут калус-калус. В этой же серии, в нескольких сериях, которые я вам покажу, я вам покажу схемы обрезок. Ой, обрезок. Таковариваю. Схемы прививок. И мы там поймем, что вот эта вот не имеет шанса, потому что она не имеет сращения с калусом по двое. Ну, теперь смотрим сюда. Это где я взял? Вот, где я взял? Так, и так. Вот. Ага. Это есть улучшенная капулировка. Значит, довольно старый рисунок. Очень даже, я бы сказал, удачный. Видите? Вот. Но есть у нее один недостаток, который достается перешевшего недостатка. Современный автор, вместо того, чтобы взять нож, взять веточки, привить, сфотографировать и вас учить, использует вот эти вот фотографии. Так они мне попали. Только что я их использую для учебы, а не для того, чтобы это, для сравнительной учебы. Вот. Здесь тоже довольно странная, довольно странная. Видите? Очень странная. Автор здесь пытался что сделать? Чтобы у него, вот посмотрите на нижний, подчеркиваю, нижний, кругленький вот этот рисунок, посередине внизу. Вот. Здесь была попытка, так как калус толстый у подвоя. Видите? Это все-таки толстый этот пень получился. А у прямой, когда как веточки тоненькие, то у них и калус тоненький. Вот смотрите. И автор дал нам понять, что мы должны так умудриться вставить, состыковать. Вот мы стыковали. Видите? Вставили, а щель оставили специально, как бы. Вот. Это автор импортный, не наш, еще его сто лет этого рисунка. Смотрите. Не то, что тут заподлицо, а чтобы вот так вот, получается, ступенька внутрь ввинута. Это мы смотрим на левом нижнем. А на среднем нижнем, это показано так, что, ага, чтобы калусы совпали, потому что сверху еще же кора, так, чтобы калусы совпали. Это, как говорится, высший шик, это ювелирная работа. Но при этом почему-то умудрились, умудрился автор, вот здесь изобразить вот такие щели. Внимательно. Вот, смотрите. Видите вот эти щели? Зачем? За что? Или это, мол, просто небрежность, или самое главное, ему, чтобы вот здесь совпало, а здесь даже не имеет значения. Мол, все равно эти места не стыкуются и не сращиваются. А сращивание будет только, якобы, вот тут вот, только вот тут, снаружи. Вот. Калус, калус. Ну, что еще бы тут заметно? Это все-таки учебный снимок, надо использовать. Учебный рисунок с это, время старины далекое. Вот здесь показано, что, ну, наверное, расщепили и вставили туда, как ее назвать-то, ну, расщепили, короче, чтобы удержать в таком положении. Вот здесь взяли прямую веточку, сделали ее таким образом, чтобы двух сторон было, то есть это, ну, назовем это конусом. Так, конус. Как еще назвать-то его? Так, это, 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 как бы по-другому назвать. Ну, рисунки, на рисунке вы видите это все. Зачем-то его тут, это еще и тут отрезали, получился пень. Я так никогда не делаю. Я вам и свои рисунки потом покажу. Так. Вот. Потом, значит, еще мы видим, что сделано так, что он не ровненько стесан, что оба края одинаковые. Видите, один край получился меньше. И вот результат это вот так и получился. Вот так и получился. И вот, получается, вот этот снимок делал какой-то, мне кажется, авторитет из тех, которые сами не знали, что творят. Здесь все-таки, получается, зачем-то он не ровный, вот эти два конуса. Видите? Вот он ставил. Так. Вот они щели, которые, я считаю, не должно быть тут. Вот, внутри. А теперь замазка. Как можно было не замотать намертво и торец, торец только замазать, а взять вот так вот. У него получалось, что туда когда вставлялись во все силы, и якобы, видимо, вот эти вот два, две эти веточки, как режет глаз, да, что не заподлицо с этим. Эти две веточки, они сюда вставлялись якобы с силой. Со страшной силой. И не надо было никакой отмотки. Но тогда зачем было торец, надо было обмотать. А вот здесь все-таки, если бы обмотка была, не надо было бы вот так вот мазать, потому что здесь, под этой самой замазкой, будет гнить кора. Вот это я считаю, почему я вам это показываю так подробно. Ведь может, есть такое, помните, был такой, яролаж. Вот, не ходи, Васька тебя научит плохому. Не ходи, Васька тебя научит. Не дружи с Васькой, он научит плохому. Не дружи с Васькой. Я считаю, что надо и плохому научить, вот этому. И тогда понятнее будет, как надо делать правильно. Ну вот, друзья, в наше время истекло. Возвращаемся, где мы были, вот сюда. Вот. Видите, мы были тут. Вот. И все еще в начале пути. Представляете, сколько еще серии нас ждет, если вот так подробно. Один из сотни говорит, сильно нудно, сильно это, мне не нравится. Ну, другие восхищение. Вот. Вот. Так что, ну, восхищение где-то 10 к одному, 100 к одному. Так что, я буду продолжать в таком темпе, вы спросите меня. Это будет третья серия. До свидания, друзья. Я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok